Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников. Описание к этим работам Уолтер Джон Ноустап. Портрет Эмили Ноустап или Лилии Розы. 1875 год, 43 на 33 сантиметра. Моделью для этой чувственной картины в стиле Розы была Эмили Риншоу, жена художника. Ноустап познакомился с ней, когда работал ассистентом Розы. Внук художника писал. Прогуляясь вместе, Розы и Ноустап увидели молодую женщину, чья красота глубоко тронула их. Они пошли за ней домой и попросили у ее отца разрешения зайти еще раз и сделать ее портрет. Глубоко подозрительный к художникам, он согласился с неохотой. Мой дедушка влюбился в нее и, стремясь вывести ее из богимого круга Розы, Розы, она быстро получила признание как одна из потрясающих прерафаэлит. Женился на ней прежде, чем смог содержать ее иначе, чем ненадежно. Брак, по-видимому, был несчастливым. Родители Ноустапа не одобрили этот брак и лишили своего сына наследства. Брак с Эмили также, по-видимому, стал причиной разрыва между Ноустап и Рассетти. Ротенштейн предполагает, что чувство приличия Ноустапа было оскорблено, когда Рассетти использовал ее голову для полуобнаженной фигуры Венера в Артикорде. Глава Алексы Уайлдинг появляется в финальной картине, но при подготовке работы использовались различные модели. Другой проблемой было то, что Ноустап не выплачивалась зарплата ассистентки Рассетти. Ноустап, вероятно, мог бы смириться с этим, как беспечный холостяк, но не как женатый мужчина. Акварель можно напрямую сравнить с роскошными женскими портретами и цветами, выполненными Рассетти в 1860-х годах. Запрокинутая голова, полузакрытые глаза и надутые губы создают еще более откровенную эротическую атмосферу, чем Рассетти позволял себе. Костюм с его елизаветинскими отголосками основан на модной одежде начала 1870-х годов. Платье и книга позволяют предположить, что это изображение современной девушки в эротических грезах. Примечательно, что роза и лилия широко использовались в викторианские времена для обозначения женской привлекательности и чистоты. Теннисон писал о моде «Королева роз из сада золотых бутонов для девочек, королева лилия и роза в одном лице». Ну вот такое описание к работе Уолтера Джона Ноустава «Портрет Эмилии Ноустав или Лилия и Роза». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok